Приветствую вас, и если честно, то мне как-то кажется знакомый ваш вопрос, может быть я ошибаюсь, конечно, но мне, знаете, почему-то показалось, что такой вопрос вы уже задавали. И, значит, я помню тогда на такой вопрос я отвечал вам, ну или не вам, но в любом случае это вот там один в один вопрос, значит, я отвечал, что, понимаете, нельзя воспринимать отношения как инвестиции. То есть девушки, все девушки, если они вам, вот как вы говорите вначале, выращают свое желание делать все для вас там и так далее, то в тот момент они действительно так и думают. То есть не надо думать, что они как-то вот действительно преследуют цель вас именно обмануть, именно как-то вас там предать, унизить, может быть, что-то еще. Все, это все не так. Изначально девушки не стремятся, не планируют. Они не хотят вам изменить. Если девушка делает это, значит, ей что-то не нравится, значит, ее что-то не устраивает, значит, она перестала получать то, что нужно. И не то, чтобы это была ваша вина, нет, на самом деле говорить о том, что это ваша вина, было бы несправедливо. То есть вы действительно, я верю, для своей девушки делали все, для своих девушек делали все, что от вас зависело и даже больше. Но что-то повлияло на них таким образом, что они начали вам изменять. И это значит, что в вашем поведении им перестало что-то нравиться. Может быть, вы встретите такую девушку, которая оценит ваше поведение. Может быть, вы встретите такую девушку, которая примет ваше поведение целиком и полностью, и будет воспринимать его как идеальное. А может быть, вам что-то в своем поведении по отношению к девушке нужно и изменить. То есть здесь вариантов достаточно много. Но как бы там ни было, как бы там ни было, что бы там ни было. Понимаете, нельзя говорить о том, что человек знает, какие будут его чувства к вам спустя какое-то время. Да, это неприятно, да, это больно, но над отношениями нужно работать. И работать над отношениями нужно это делать так, чтобы в первую очередь люди, сами люди, получали дождь и внутрь. Может быть, ваши девушки действительно хотели быть с вами. Может быть, они действительно обещали вам то, во что верили. Действительно, все так и было. Но в долгосрочной перспективе оказалось, что чем-то вы их не устраиваете еще. Так получилось, что чем-то вы девушек еще не устраиваете. И они поэтому начали вам изменять именно в поисках того, чего им не хватало. И вот давайте мы с вами как раз таки и подумаем, а чего бы им, вашим девушкам, могло не хватать. Давайте откажемся от того мнения, что обязательно виноваты вы. Вы-то не виноваты. Вы такой, какой вы есть, и свое поведение вы продвигаете, исходя из ваших ценностей, исходя из ваших убеждений и прочего. Это все понятно. Понятно, что вам может быть совершенно необязательно меняться. Но ведь девушек же что-то наизмену толстуло. Значит, нужно понять, что это. Понять, что это, чтобы, может быть, изменить или что-то в себе, или что-то заранее уже знать. Кратко-таки вот то, что вы спрашиваете. Можно ли как-то увидеть в начале отношений, какая будет девушка. Да, если вы не соответствует ее желанию. Если вы не чувствуете ее, если вы не даете ей полностью все то, чего она хочет. Если возникает динсонанс и различие между тем, чего она хочет, то тем, что вы даете ей. Потому что в этом случае начинают действовать моральные нормы каждого человека, которые угадывают свои. Например, какой-то человек, если ему не дают то, что он хочет, то он будет терпеть и надеяться, что либо все-таки дадут, либо он смирится. А кто-то не будет этого ждать. Кто-то не собирается этого ждать. Кто-то подумает, а зачем, а почему я должен это делать. Может быть, я, наоборот, совершенно не должен ждать, пока, видите ли, меня услышат. Я буду получать своими способами, потому что живем один раз. Понимаете? У людей разный подход. И не очень это хорошо, когда вы находитесь во власти этого самого подхода. Понимаете? То есть, когда возникает это самое различие, вот различие между тем, что вы даете девушке, и что девушка хочет получать. И тем самым оказываетесь как бы во власти ее моральных принципов. Вот если повезет, ее моральные принципы будут такие, что она вам не изменит. Ну, вы не будете с меня. А если повезет, то будет. Согласитесь, от такой случайности лучше быть доспрахованным. И для этого нужно, как-то таки, максимально выполнять то, что девушка хочет. Заботиться о ее личных границах, о ее комфорте, но также заботиться и о себе. Очень важно, чтобы вы в отношениях вели себя так, как будто вы независимый, равноправный партнер в этих самых отношениях. Я, скажем, сказал, чтобы вы вели себя так, как будто вы. Но на самом деле, эту фразу нужно понимать, чтобы вы стремились к этому, чтобы вы действительно были независимым партнером. Чтобы девушка знала, что если она позволит себе вам не изменить, то вы уйдете. А вы пишите, что вы многое прощали, принимали и так далее. Вот это плохо. Возможно, вы настолько увлеклись прощением, что потеряли ценность. Ценность для девушки. И она решила. Ну, он у нее все обращает, значит, в растительный измен. Согласитесь, это тоже не совсем правильная позиция. И тогда мы с вами приходим к такому, я надеюсь, не очень сложному выводу, что важно не только преследовать желания девушки и стремиться их удовлетворять, но еще и важно заботиться о том, как вы сами выглядите в отношениях. Какое место вы в них занимаете, и как вы себя ведете, и как вы сами к себе относите, насколько вы правильно себя преподносите. Для этого, для того, чтобы вы правильно себя преподносите, нужно, во-первых, быть уверенным в себе, во-вторых, отдавать себя шерстом, какие у вас сильные и слабые стороны. Соответственно, сильные стороны приумножать и развивать, слабые стороны стараться купировать, которые можно, какие нельзя, стоит принять и обратить их к себе во благо. Важно прислушиваться к себе, к своим эмоциям, не наступать на себя, не приступать через свои принципы и действовать так, чтобы вам было комфортно. Важно любить себя, но при этом не переводить эту любовь, не переформировать ее в эгоизм. То есть, прислушиваться к другому человеку, делать то, что другой человек хочет, но смотреть также на то, как он относится к вам. Чтобы, если вы видите, что человек охладел, не позволять себе играть в одни ворота. Уверен, что измена – это лишь часть, это лишь определенный шаг в изменении отношения к вам со стороны девушки. А изменения в отношении к вам со стороны девушек начались за какое-то время до измены, к изменению они привели. И вот то, что вы, возможно, не обращали внимания на вот эти вот другие этапы, более ранние, и вот что-то привело к изменению. Таким образом, можно и нужно рассказать, что исключить факт измены полностью в отношении к другими людьми, так же, как и полностью исключить факт расставания с другими людьми в начале отношений нельзя. Отношения всегда ладырея, отношения – это всегда риск. Не попробуешь, не узнаешь, не попробуешь, не станешь счастливым. Но можно приводить все усилия без того, чтобы свести к минимуму этот самый риск. И если вы готовы, то вы будете следовать моим рекомендациям. Если нет, ну что, значит, тогда вы будете стремиться к тому, чтобы как-то выявлять признаки тех девушек, которые склонны к изменению. Конечно, можно эти признаки выявлять, и они есть общепринятые, общепризнанные, но поверьте мне, все относительно, и нельзя людей грести под одну гребенку. Нельзя на людей вешать и руки, а мы все указываем, своя история. Да и к измене-то, по сути, нужно относиться тоже не спеша. Что это за измена? И так она субъективно обусловлена. Если девушка изменила, вам и жалеет об этом, и да, ну а если девушка изменила, и считает, что так и должно быть это совсем другое. Ну, если и к этому относиться тоже достаточно дифференцировано. Так что, к сожалению, отвечая на ваш вопрос, можно сказать никак. Как вы себя поставите, как вы будете себя активно в отношениях, как вы будете относиться к человеку, насколько, как вы будете строить отношения, как вы будете уважать личные границы желания человека, как вы будете уважать себя, так и будут строиться ваши отношения. И риск полностью нельзя исключить. Знаете, если бы можно было риск полностью лечить, это было бы, наверное, уже не человеческие отношения, а какие-то отношения, знаете, машин, роботов. А если отношения можно как-то программировать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.